МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Марина Хатенова, мне 41 год, я замужем, 20 лет уже, взрослая дочь. Я получила дошкольное образование, но работаю в Росмоле, отделе продаж. Сегодня вы очутились в телевизионном проекте «Преображение». Что вас сюда привело? Вы знаете, в первую очередь я хочу преобразиться, так как я не могу найти свой образ. Если вам сегодня мастера салона Лориен предложат яркий какой-нибудь такой образ, вы на это согласны? Да, это смогу, потому что я хочу посмотреть на себя со стороны, как я вообще в другом образе. Да здравствует гладкая кожа. Лазерная эпиляция, говорят врачи, самая эффективная, если, конечно, соблюдать рекомендации. После процедуры вы, естественно, приходите дома, принимаете тёплый душ, тоже смываете остатки геля. Но в течение недели вы не принимаете ни горячую ванну, ни сауну, ни баню, ни посещаете посеянные и не применяете скрабы. Как это работает? Лучи лазера воздействуют на луковицы, постепенно их разрушают. 6-10 процедур и перестанут расти вообще? Сколько нужно процедур? Или примерно 6-10 процедур, и я уже буду свободна, то есть у меня не будет волосиков? 8-10 процедур – это прям солидный показатель, что вы избавляетесь от волос, замедляется у вас рост волос, и вы переходите на поддерживающую процедуру. Процедура медицинская, а значит, первое – делать её должен врач. Второе – на пора должно быть регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Лазерную пиляцию мы делаем только на медицинском аппарате, это Inmotion D2, он имеет медицинскую лицензию, то есть у него воздействие на волос, длина воздействия на волос 808 наногерц. Он полностью безопасен, в нашей студии делают лазерную пиляцию только медицинские работники, действующие медицинские работники. Пришли в салон – обязательно подпишите договор оказания медицинских услуг. Чтобы лазерная пиляция была эффективна, естественно, у нас выставляются параметры по каждому клиенту. Лазерную пиляцию надо делать не на дому, а в салоне с хорошей репутацией, как у Beauty Light, у которой есть лицензия на медицинскую деятельность и косметологию. Что чувствуете? Пока вы не чувствуете? Терпимые? Либо убавить? Терпимые. На аппарат повторяем регистрационное удостоверение Росграфнадзора. Но если даже все документы в порядке, перед процедурой обязательно проконсультируйтесь с врачом. Для лазерной пиляции есть целый ряд противопоказаний. Ну что, Марина, как вам понравилось? Да, понравилось. Безболезненно, быстро, все так, 15 минут, и уже все как-то. Отлично. У нас для вас предложение, скидка 10% при оплате полностью. Также у нас есть рассрочка на лазерную пиляцию на несколько месяцев, на несколько платежей. Вот если, к примеру, я возьму 8 процедур курс, сколько мне обойдется? Давайте я вам покажу по прайсу. Если курс на 8 процедур, получается, будет 3,200. Если со скидкой 10%, то это будет 2,880. У вас выйдет на 8 процедур курс лазерной пиляции подмышек. Сколько это будет дней занимать, если пройти весь курс? То есть вы вместе один раз проходите? Вместе один раз. То есть 8 месяцев? Да. Давно ли вы пребываете вот в таком образе цвет волос? Это естественный у вас цвет волос? Да, это естественный у вас. Вот вы отращиваете. А что вы с ними делаете? Вы просто вот так вот хаотично их укладываете? Или у вас есть какие-то замысловатые прически с этой длиной? Ну, я могу и, получается, волосы убрать в хвостик, могу что-то, кудряшки завить, если у меня настроение есть. Ну, то есть эксперименты какие-то позволяете? Да. А в течение жизни были ли эксперименты с длиной, с цветом? Ну, длина у меня, в принципе, всегда одна и та же. То есть до плеч у меня волосы длиннее не вырастают. А так я окрашивалась, обесвечивала волосы. Ну, нет, не моё. Темно-каштаны выкрасилась. Макияж. Вы как, вы знаете вообще, что на своём лице можно выгодно подчеркнуть? Для вас важно утром выйти на крашеный? Ну, нет. Нет такого, что я больше люблю, естественно. Вечером, если куда-то вот мы идём, да, я как бы стараюсь поярчить. А так в течение дня у вас, естественно, красота и даже нет косметички. Есть ли у вас какая-то мечта? У меня мечта сейчас, чтобы был свой дом, ну, чтобы были внуки вокруг меня, чтобы родители были здоровы в первую очередь. Это для меня очень важно. Наша сегодняшняя героиня пришла к нам не только за внешним преображением, но самое главное, мы должны вселить в неё уверенность. Ей хочется вот за счёт вот этого внешнего преображения получить уверенность. 41 год вроде бы и работа у неё достаточно такая среди людей, но, тем не менее, вот не хватает ей этого, не хватает уверенности, не хватает как-то преподнести себя в обществе. Я думаю, что у нас сегодня получится всё-таки, да, добавить ей эту пилюльку уверенности. Ну, да. Натуральный цвет волос. Ну, конечно, чистый холст. Для нас это бывает редко и здорово, потому что натуральный цвет волос, он даёт разнообразие и чистоту цвета. Вера Лихабаба – художник по макияжу, парикмахер, имиджмейкер, член Лиги имиджмейкеров России, судья чемпионатов мира и Европы в области эстетика, сертифицированный судья международной категории. Довести до пика совершенства работу – это главный девиз. Каждый человек для меня – это личность. Я чувствую то, что ей действительно нужно. Мы продумали различные образы, прям даже хочется и тот, и тот, и тот. Но мы сделаем более динамичный. А почему? Потому что у неё волнистые волосы, у неё пушистые, волнистые. И мы и вот игру цвета и зададим. Теперь вы можете приобрести сертификат в салоне Лориен на преображение. Этот сертификат станет хорошим подарком. Команда преображения постарается сделать ярким и запоминающимся ваш праздник. Рыжий и каштановый. Несмотря на то, что она холодный, колористический тип, да, такой, мы можем эту теплинку задать для того, чтобы более раскрыть её внешность. Мне кажется, она прям яркая, она прям засияет сразу. Можно. Да, можно на контрасте поиграть, главное – правильно. А форма, Лена? Форму, да, мы зададим подходящую под типаж Марины. Зададим игру обязательно. Елена Муратова – парикмахер-стилист, выпускница мастерской стиля Веры Лихобабы. Три года работает на площадке салона Лориен. Ежегодная участница по созданию образов для календаря ММК и конкурса «Жемчужина». Делать людей красивыми и счастливыми считает своим любимым занятием. Хочется больше лёгкости, больше игры. Она не хочет короткую стрижку, замечу. Нет, мы учтём это, да, поиграем, с бликами поиграем, потому что хочется огонька дать, чтобы всё сверкало. Ну и макияж. Я думаю, что она удивится, примерив одежду, макияж на своё лицо, насколько она может быть красивой и шикарной женщиной. Марина, волос у нас много на голове. Волосы хорошие, да, пышут здоровьем, но не хватает им чего? Елена? Яркости. Блеска. Не хватает. Блеска, яркости. Да, и в лице то же самое. Сегодня такой чистый лист, на котором мы будем рисовать красивую женщину. Вы запоминаете себя сейчас вот в зеркале, и через энное количество времени отсюда на вас уже будет смотреть совершенно другая женщина. Да. Но красивая, потому что самое главное – это сделать вас капельку счастливее, чтобы вы всё-таки задержались в этом образе, потому что сегодня мастера салона Лориен будут трудиться очень-очень над тем, чтобы образ получился хорошим. А ещё вы получите массу советов. Поэтому всё, запоминайте, и добрый путь. Спасибо. Расслабляйтесь. Не переживайте, всё будет хорошо. С Богом. Для вас вот важное мнение мужа? Вы прислушиваетесь к нему? Естественно. Я как бы прислушиваюсь, но в большей степени я тоже своё мнение учитываю. Свободное время. Чем вы занимаетесь? Я люблю как бы путешествовать. Мы с мужем любим ездить в окрестностях и по другим городам ездим. Пироги пеку. Тоже вот мне нравится пироги печь с разной начинкой. Марина, на счёт три открывайте глаза. Раз, два, три. О, какие глаза яркие прям во все. А какие волосы. Волосы стало много. Это не огненно-рыжие, это такой приглушённый медный цвет, но теплинка, она присутствует, да. Волос стал насыщенный, он стал играть. Стрижку сформировали, так скажем, учли коррекцию небольшой длины. Да, по желанию. Ну а текстуру задали, она будет играть. При смывании будет тоже варьироваться цвета у него. На солнце, вот на улице вы увидите вот эту игру цветов. Ну и понятно, что первым делом вам бросились глаза, те, которые вам открыли и сделали красивыми и оформили ещё грамотными бровями. Да. Мы подчеркнули достоинство внешности Марины, и я думаю, что необходимо за ними правильно ухаживать, как я рекомендовала. И просто реснички, блеск в губке, кожа ухоженная, красивый цвет волос. Не тот натуральный сединой, который придавал возраст. Томскый. Да. Томскый, согласитесь. Абсолютно обновлённый и омолаживающий в целом. Субтитры подогнал «Симон» Сегодня ни один модник или модница, ни один деловой человек, учитель, врач или политик не может обойтись без аксессуаров. Для кого-то это необходимый атрибут, для кого-то средство самовыражения. Очки, как медицинские, так и солнцезащитные, делают человеку, какова бы ни была его профессия, определённый имидж. Здоровье глаз также зависит от солнцезащитных очков. И не стоит их покупать где-то на рынке, в случайном месте, а их нужно покупать тоже в оптике. Почему? Конечно. У нас сертифицированный весь товар. Стоит защита от ультрафиолета. Ещё мы думаем иногда, что чем темнее солнцезащитные очки, тем они лучше защищают от ультрафиолета. Цвет затемнения не влияет на защиту, главное, чтобы не стояло покрытие ультрафиолета. Также прозрачные линзы могут защищать 100% от ультрафиолета. То есть это совершенно другая идёт работа, преломление ультрафиолета. Да, это совершенно по-разному, потому что есть и цветные даже линзы, что это не влияет на защиту. Отсекает ультрафиолет невидимый нам фильтр, которым покрывают линзы именно таким покрытием, и отличаются очки из оптики. Я хотела бы попросить тебя, чтобы вы мне подобрали оправу очков. Именно очки оправы. Солнцезащитные. А почему вот трудность? В чём? В чем вы сталкиваетесь? Они прилегают к лицу, я вижу просвет сверху, снизу, то есть у меня ещё горбинка на носу, и как бы одеваешь, и то есть я не комфортно себя чувствую. Советую лучше взять металл, то, что у них есть нос упоры, которые подвижны или мят, что вы можете отогнуть, пригнуть, чтобы у вас они удобно сидели. Ну вот это момент посадки очков, то есть как мы должны её проверять? Вот давайте на героинку атмосферу. Модельку? Нужно надеть, наклонить голову, да? Окрутиться, повертиться. Сейчас посмотрим, как посадка. Так, ну видите, они высоко сидят, закрывают брови, это не столь красиво, и линза будет пачкаться. Вот нос упор мы чуть-чуть раздвигаем, уже будет немножко другая посадка. Надо другую модельку рассмотреть. Давайте другую посмотрим. О, ну да, у вас совершенно по-другому сидит. Как чувствуете, комфортно? Если у кого-то проблемы со зрением, и чтобы не возить с собой 2-3 пары очков, можно ли совместить, вот там, я не знаю, хамелеоночки какие-то взять, чтобы и зрению это не вредило, и от солнца защищало? Да, да, оправу можем подобрать и поставить туда линзы. Если у человека зрение плохое, то поставим с диоптрами. Также линзы хамелеона есть в наличии, серый и коричневый цвет. Если даже у человека хорошее зрение, то же самое можно. Поставить такие же очки, как будто хамелеон у вас, фотохрома, как называется. Смотрите, сейчас новая моделька, очень популярный шестигранник. Много углов. Необычно. Да, интересно. Эффектно. Новый магазин «Оптик взгляд» на Карла Маркса 141 демонстрирует современный дизайн. Максимально открытое пространство, высокий потолок, много света и воздуха. Утонченные, хрупкого вида изделия представлены во всем блеске и доступны для примерки. Войдя в «Оптик взгляд» на Карла Маркса 141, покупатели неизбежно ощущают магнетизм его интерьера и одновременно погружаются в его спокойную, непринужденную атмосферу. А вы сами не пожалели, что приняли участие в проекте? Вот пожелали бы всем остальным, женщинам, присоединяться к этой армии? Да, я бы пожелала. Посмотреть на себя другую. Тебе нравится такая новая мама? Ну, хорошо. Но она с тобой не нравилась. Да? Ты меня хоть узнаешь, а то, может, скажешь, не узнаю, мам теперь. Не, ну, не похоже. Не похоже? А прическа тебе нравится? Ну да. Нравится? Ну все тогда, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!